всем привет друзья это восьмой эфир прямой в группе где вы можете взять и задать любой вопрос касающийся здоровья мне доктору александру молко я хирург я доктор ресурса медицины пишу книги обучаю консультирую о чем о том как взять и жить без болезней потому жить долго до 100 лет спокойно не напрягаться иметь хорошее здоровье себе семье родным близким или например заниматься в этой сфере бизнесом в том числе потому если вы смотрите эфир приглашайте своих друзей в группу хорошая тема причем эта группа абсолютно бесплатная хотя мы здесь рекламируем прямо свои коммерческие проекты так проект онлайн обучения в описании к видео есть ссылка на наш сайт есть первый курс из коммерческий проект платная консультация от экспертов напишите прямо мне лично мне пишите что вам нужна консультация от наших экспертов у нас их больше десяти это мои студенты выпускники которые занимаются консультирование в сфере ресурсного оздоровления ресурсное оздоровление наука способ оздоровления без лекарств и операций благодаря в наличии внутренних ресурсов и вашей способности их так сказать извлекает например помощи массажа тепла налаживание сна иммунитета кровообращение тогда я отвечаю в этой группе на вопрос а обязательно конечно всех обязательно хочу поздравлять с наступающими наступающим рождеством недавно весь христианский мир праздновал в праздник святого николая это историческая личность человек благодетельный был такой святой человек то есть праведник служил дарил подарки неимущим благотворил исцелял а вот сегодня вечером в канун наступает день который празднуют католики протестанты сегодня православная часть сегодня часть 6 января это конечно же величайший величайший праздник христианства рождение христа но об этом рассказывать много поздравляйте друг друга христос родился для того чтобы в этом мире было все по-другому как именно не сейчас узнавайте я думаю вы это несложно взять и прочитать что значит христианство христос зачем он народился я перехожу к вашим вопросам они касаются следующий людмила ветчинкина специалист сервис ульсного оздоровления сотрудник одной из компаний задает вопрос про что женщине оперировали щитовидную железу и пересекли нерв так бывает есть такой возвратный нерв которые могут пересечь случайно это техническая ошибка она встречается достаточно нередко но это ошибка хирургическая из-за чего парализуется одна из связок голосовых и две и не могут напрягаться не расслабляется то есть одна может вторая нет соответственно человек теряет голос если пересечь обе связки человек умрет от асфиксии а так одна связка не работает из-за пересечения нервами операции можно ли восстановить нет невозможно это пересечение нерва когда пересекается любой нерв оставшиеся части нервы обе дистальная максимальная часть не сокращаются и потом их восстановить достаточно сложно то есть там некоторых случаях можно потому что там но в этом случае невозможно людмила задавала вопрос про пересечение нервы время операции галина алексеевец может запрос можно ли при помощи маленького коврика избавиться от герпеса генитального и миомы матки отвечаю маленький коврик тепловой место такие коврики которые можно пользоваться в разных режимах без нагревания с нагреванием с прижиганием можно начать пользоваться и для того чтобы избавиться от герпеса и для того чтобы избавиться от миом но полноценно выздороветь гарантированно не могу сказать что можно но иногда можно даже ковриком забывает за чего зависит от того как вы пользуетесь конечно потому что купить коврики лежать на нем или сидеть при температуре 40 градусов вот при этих двух проблемах это очень мало научиться пользоваться прижигание учиться грамотно на курс приходите или же просите у нас консультацию заказывайте на сайте так просите и мы будем вас консультировать распишем программу как использовать прижигание нагревание так далее но бывает что недостаточно коврика я отметил а как именно почему можно использовать даже не как про про то как не успею рассказать это целый двухмесячный онлайн курс почему можно избавиться и герпес и миома просто записывайте себе болезни незаконные в организме все вот вот с этой секунды надо понимать что организм способен их удалить если же даже доктор вам скажет что это невозможно это значит что доктор просто этого не видел а мы видим как иммунитет придуманный богом они докторами богом всевышним иммунитет придуман вот этот иммунитет способен не допустить герпес или выгнать его если вы заботитесь про иммунитет ухаживать за позвоночком за животом за головой еще так и миома матка у женщины придумана господом богом для определенных целей в том числе для родов и в матке не должно быть миома миомы имеют три основные причины почему они возникают у женщин это гормональный сбой стресс например остеохондроз например вторая причина инфекции хронически в данном случае герпес если это про одну женщину или тысяч хронические недолеченные женские инфекции это вторая причина появления миом и третья причина я рассказываю то что вы можете узнать на хороших гинекологических сайтах хороших клиниках пожалуйста эти причины возникновения миом механическое повреждение матки абортами время абортов спиралями и при гистероскопии при механическом исследовании матки есть три причины появления миом есть некая высосанная из грязного пальца докторами горе доктора причина такая типа не нагревайте а то нагрейте теплом миом я объясняю что это бред сивой кобылы у которые в это время метеоризм если есть три явные причины гормональный сбой хроническая недолеченная инфекция и механические повреждения то зачем придумывать четвертую причину про которой наука не говорит это кстати часто образы нельзя глядя там не он появится мимо вырос поэтому можно избавляться от миомы да по факту мы фиксируем истории избавления от миом до 6 сантиметров но это самые большие но мы которые ее что они исчезают организм с ними может бороться если женщина знает что сделать со стрессом что сделать с иммунитетами как победить хронические инфекции воспаления и как наладить кровообращение иннервацию иммунитет локально в матке проходит несколько циклов в нем исчезает женщина существо более совершенное смысле организм женский чем мужчина она долго не болеет потом заболевает быстро и выздоровели тоже быстро если за сам просто себя или о себе чувствует уход переживает уход женщина откликается на заботу лучше чем мужчина и женский организм тоже так делает тоже такой скриптом ответил что да можно частично не всегда но чаще можно начинать точно нужно галина спрашивала про мел татьяна из афин тодоров наши друзья хорошие спрашивает татьяна эксперт хороший очень крутой греции владеет русским языком очень неплохо спрашивает вот о чем к ним магазин салон приходила мама сыном сын бывший зависимый героином на героине зависимость химическая зависимость от героина и вот в центре они пробовали ножной массажер и мама увидела улучшение состояния сына да так бывает причем это обнаружили совершенно случайно онкологи занимающиеся гипертермией что что обнаружили применение тепла в высоких режимах прижигательных режимах применение тепла уменьшает химическую зависимость потому что применение прижигательных методик восстанавливает эндорфиновую систему которая повреждена у зависимых у наркоманов у алкоголиков людей которые зависимы наркотиками наркотическими веществами вот эта эндорфиновая система оздоравливается при помощи прижигательных методик очень интересные эксперименты проводили и доказали объяснили ученые в новосибирске там до сих пор есть научно-исследовательский институт гипертермии где когда там в конце 90-х годов они написали такую статью наркомана надо сварить чтобы вылечить за один сеанс гипертермии избавляли от наркотической зависимости ну что заметили скорее всего в этом центре где татьяна пишет но что дальше спрашивает татьяна разговор консультанта очень поговорила мама опять с консультантами сказать что сын опять принимает наркотики потому что зависимость наркотическая от химических наркотиков от алкоголя это не только зависимость от веществ это в основе этих проблем лежит повреждение психики поэтому для полноценной реабилитации этого сына необходимо делать ну как минимум три вещь химически помогать избавляться от химической зависимости это оборудование которое пишет татьяна прижигательные методики восстановление сна вторая часть психологическая реабилитация этим занимаются психотерапевты и эксперты в реабилитационных центрах если нужны контакты украине точно знаю где хорошие ребята этим занимаются мои партнеры кстати я им помогаю там кое в чем ребята которые занимаются реабилитацией и третья задача это конечно ресоциализации возвращение человека в социум потому что будучи наркоманом он удаляется от общества сам по себе потом физически его надо возвращать в общество чтобы он чувствовался это большие задачи могу помочь найти экспертов лично этим плотно я не занимаюсь следующий вопрос пишет спрашивает андрей гвиненко белой церкви наблюдаются смертельные исходы посещения салона то есть такие центр демонстрационное оборудование куда приходят люди и там они умирают как пишет андрей почему это происходит и что нужно делать чтобы смерть не повторялась смертельные исходы ну андрей взрослый человек я посмотрел его профиль мне лично об этом писал 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 спрашивал им пытался объяснить что надо начинать думать головой объясню так что было понятно все люди пока что не живут вечно на земле когда-то это будет согласно святого писания но пока не живут люди пока заканчивают жизнь заканчивается жизнь смертью обычно часто это случается на улице например но нельзя вот это в этом момент сказать что улица привела к смерти больного улица не является причиной смерти или человек зашел в магазин увидел цену повышение там на продукты питания и от стресса умер такое бывает что является причиной цена состояние экономики что является причиной ну нет конечно же конечно же физическое состояние больного человек к этому долго шел накапливал болезни потом он появляется где-то и какой-то причине умирает да можно ли прямо сказать что люди умирают от тестирование оборудование для оздоровления конечно же нельзя потому что есть такая наука как статистика и она объясняет чего люди умирают причины смертности эти причины смертности описаны на сайте всемирной организации здравоохранения и среди причин смертности нет такой графы смерть от тестирования массажно-теплового оборудования графы не существует ответил для андрея специально куда куда бы я послал андрея в это время я бы андрея послал на сайт всемирной организации здравоохранения андрей идите на сайт смотрите о причинах смертности но если вам интересно просто поболтать то это не там пытался ответить на вопрос елена наш коллега у эксперт массаж теплового оздоровления задает вопрос про свою клиенту у которой шейный остеохондроз она оздоравливается уже при помощи методики ресурсного здравоохранения довольна оборудованием которая елена предлагает пробовать и что дальше есть результат хороший дальше делает мрт и там находит какой-то отек спинного мозга ну на мрт вместе остеохондроз есть грыжи спондилоартроз спондилез и узлы шморля то есть это такой махровый остеохондроз которому лет десять не меньше с грыжами есть явление отека спинного мозга что это значит это просто просто что это значит что мне делать как мне быть как марусю полюбить или развиваете шутка да ничего не делать продолжать оздоравливаться отек вообще отек это один из компонентов обязательных воспалений поэтому когда есть процесс процесс этот обостряется время оздоровления всегда обостряется есть явление отека это норма на что нужно ориентироваться на клиническую динамику то есть на то как себя чувствует человек через день через два через неделю если ему лучше 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 продолжайте методику осуществлять это ничего критичного в обследованиях я видел более тут исключили туберкулез никакого туберкулеза нет после поражения туберкулеза все ответил на пять вопросов которые задавали наши коллеги в группе группа еще раз повторим называется задайте вопрос доктор Александр Малко задавайте получайте ответы приглашайте друзей всех еще раз праздником христово рождества христос народы все слави моего окажет нас в украине в украине они на украине божий избавкает на украине сразу вечный бан поздравляйте с праздником дарите друг другу много радости хорошее настроение чем приятного не забудьте звонить родителям если они у вас еще живы и есть тоже их поздравляете наведывайтесь пока с вами был я александр молко и а и